приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами ольга кожакару и сегодня мы будем с вами делать вот такие учиться делать вот такие сережки в принципе они конечно плетутся почти одинаково с небольшим изменением вот эту пару я уже сделала она готова у меня то есть как видите здесь уже обе сережки есть а вот это у меня одна и я хочу сегодня с вами научиться делать такие сережки на примере вот этой серьги но перед тем как мы с вами начнем собирать все необходимые нам материалы я хочу для подписчиков нашего канала на сайте patreon показать вот эту работу и вы можете переходить сейчас видео в обработке но она выйдет и в ближайшее время и вы можете заходить и делать вместе со мной вот такой браслетик и такое колечко и так что нам понадобится так я хочу снять это колечко чтобы она мне не мешала работать нам понадобится в первую очередь вот такие вот кабошон чеки это кабошон чеки у меня остатки мы с вами делали мне кажется браслетик и у меня вот остались и вот такой кабошон чеки еще один остался вот такие кабошон чеки красивые да это 10 миллиметров сторона у них 10 миллиметров 10 миллиметров вот 10 миллиметров и нам понадобится для сережки один такой кабошончик так один кабошон чек такой нам понадобится вот здесь у меня есть граненые бусинки вот граненые бусинки 4 граненых бусинки понадобится 4 граненых бусинки три миллиметра три миллиметра так 4 бусинки нам понадобится нам понадобится 3 вот такие мелкие канди бусины 6 миллиметров 6 миллиметров я уже использовала их в моих работах но вот их много в упаковочке поэтому их хватает для того чтобы я делала и другие работы вот 3 такие бусинки нам понадобится нам понадобится бисер тоха в одиннадцатом размере я здесь другой номер написала так как этот не соответствует вот ну я дам ссылочки вам на все материалы какие у меня здесь есть будут ссылки под видео вот так это одиннадцатый размер тоха нам понадобится делика в одиннадцатом размере в двух цветах я взяла одиннадцатый размер делика ну вот так я немножечко чтобы все у нас на экране было видно вот немножечко подвину так и делика в черном цвете вот так я приготовила уже иголочку с леской и мы с вами пожалуй начнем вот для этого кабошона со стороной 10 миллиметров нам понадобится набрать колечко из тридцати двух бусинок делики тридцать две так 5 10 15 20 25 30 и еще две тридцать две тридцать две закрываем в колечко и будем делать мозаику будем плести мозаичным плетением оплёточку еще один узелочек и пока что я не обрезаю хвостик но начинаю плести и так я отойду от узелочка вот так и начинаю плести мозаикой я думаю что все знают как это делается то есть мы набираем одну бисеринку и входим через одну будем проходить по тем какие у нас есть вот бисеринка одну пропускаем следующую заходим это я для тех говорю кто еще у нас новичок совсем и не знает как делается это мозаика набрали новую одну пропустили входим следующую и так по кругу так как мы пропускаем одну заходим следующую у нас новых бисеринок будет 16 штук и вот так такая вот получится цепочка плетем вот у нас должно получиться вот такое колечко вот и следующий ряд мы делаем по три бусинки мы бисеринки добавляем новых а следующие один одно пространство пропускаем то есть раз два три три бисеринки добавили новых дальше мы проходим по двум уже имеющимся опять добавляем три бисеринки и следующие две проходим уже те которые у нас имеются итак у нас должно быть четыре таких вот прохода то есть 400 мы разделим на четыре части у нас получится четыре стороны для нашей оплетки вот три бисеринки добавляем и затем проходим две уже имеющиеся вместе и вот последние три бисеринки мы добавляем и выходим сейчас по тем же бисеринкам выходим вот сюда в новую бисеринку первого вот этого нашего прохода из из трех бисерин до в этом ряду мужа то есть мы добавляли три бисеринки да вот три бисеринки я вышла сейчас первую бисеринку и смотрите я набираю теперь прохожу снова мозаикой но уже дважды раз два набираю бусину граненую какую мы оставили четыре штучки и выхожу следующие три бисеринки какие мы набирали вот смотрите раз два три я выхожу в эту бисеринку вот так снова набираю две бисеринки новых раз два и и снова граненую бусину выхожу опять в первую из вот этих трех и хорошо подтягивая ну конечно я хочу еще и развернуть мои бусинки чтобы они вот прокрашенной стороной были видны у нас и так у мы проходим по четырем сторонам нашей оплетки граненая бусина и хорошо подтягиваем чтобы у нас вот эти уголочки образовывались вместе где мы добавляем бусинки и граненая бусина вот смотрите я заканчиваю этот ряд поэтому я захожу в бисерину предыдущего ряда и выхожу в первую бисеринку этого ряда вот их у нас здесь уже две вот это последний ряд сейчас будет на лицевой стороне то есть мы добавляем вот здесь по одной бисеринке вот смотрите одна бисеринка и и потом я набираю три бисеринки и обогнув бусину захожу в следующую из двух до первую из двух и постараюсь уложить три бисеринки перед бусинкой одна бисеринка разверну разверну мою бусину разверну мою бусину вот так три бисеринки набираю и огибая бусину захожу в первую бисеринку из двух уложим бисеринку уложим бисеринку перед бусиной и подтянем хорошо одна бисеринка и набираем три заходим в следующую укладываем перед бусиной подтягиваем и мы подходим почти к завершению этого ряда и так у нас лицевая сторона будет оформлена вот таким образом и выходим в бисерину предыдущего ряда и я даже уже не буду заходить в бисеринку этого ряда последнюю то есть вот это одна бисеринка первая я сейчас буду выходить вот смотрите у нас вот это первый ряд который мы набирали начальный нам нужно выйти сейчас в бисеринку которая находится вот здесь не вот это крайняя а вот это вот в эту бисеринку мы должны выйти поэтому я буду двигаться вот таким образом по диагонали по бисеринкам расположенным по диагонали вот смотрите вот я вышла в такую бисеринку вот и теперь я сделаю здесь гребешок черной деликой у меня на каждой стороне будет по четыре новых бисеринки вот смотрите я все время буду проходить по бисеринкам какие у меня в ямочке находятся то есть вот эти бисеринки эти мы пока не трогаем вот вот можете сильно не затягивать сейчас то есть конечно подтянуть хорошо но не настолько сильно чтобы у вас деформировался вот этот ряд самый последний который у нас вот пока что бисеринки проглядывают да вот так мы двигаемся по краю добавляя черный бисер двигаемся по кругу вот смотрите я набрала последнюю бисеринку и я сейчас выйду вот в эту которая у нас выступает вот видите в выступающую бисеринку выхожу вот так то есть я зашла в последнюю этого ряда и сразу перехожу в выступающую бисеринку и мы сейчас начнем плести опять серебристой деликой чтобы мы уже изнаночную сторону начали оформлять то есть будем двигаться уже по выступающим вот по выступающим по самым крайним бисеринкам мне хочется чтобы вам видно было в какие бисеринки я вхожу вот она четко находится под черной бисеринкой вот и поправляйте те бисеринки какие новые у вас чтобы они у вас не были на перекрученной леске вот так вот видите и двигаемся по кругу вот посмотрите я уже проплела один ряд и для того чтобы мне какие-то преобразования начать делать мне нужно еще один ряд пройти то есть без всяких изменений мы проходим еще один ряд пока что у нас это оплёточка вот свободная будет для нашего кабошона ну вот я сейчас пройду этот ряд и вы увидите что кабошон будет здесь очень свободно сидеть да вот еще один ряд проходим вот посмотрите я прошла уже еще один ряд и смотрите как мой кабошон здесь в принципе очень свободно ему здесь да вот видите он прямо может развернуться как он хочет но мы должны помнить что у нас есть уголочки в этой оплётке и они находятся четко вот под этими бусинами то есть я вот проплела когда этот ряд у меня получается уголочек вот здесь и я пока я дойду и вот здесь уголочки я вышла как раз после уголочка я начинаю добавлять здесь трижды вот смотрите у меня под бусиной находятся вот эти две бисеринки и две выступающие мы вот эти две выступающие будем проходить вместе то есть проплетать вместе но между ними сейчас у меня есть три бисеринки какие я должна добавить то есть раз два и три прохожу сразу две бисеринки вот видите вот у меня это бусина вот эти две бисеринки под бусиной и я прохожу две выступающие вот так снова добавляю три новых бисеринки раз два три и прохожу сразу две под бусинкой вот у нас бусинка вот бусинка и под ней две выступающие бисеринки вместе закрываем ну я в принципе пока что их не затягиваю так сильно ну как прохожу их вместе но не стараюсь стянуть снова три бисеринки добавляем новых третья и две проходим сразу вместе вот под бусиной вот так так и снова нам надо пройти три бисеринки добавить и последний уголочек закрыть раз два три и прохожу две бисеринки и выхожу в первую этого ряда вот она вот теперь после того как я вышла в первую бисеринку этого ряда я пройду две новых бисеринки добавлю раз два опс два и опять две бисеринки прохожу вот смотрите две бисеринки прохожу это последняя и первая в предыдущем ряду вот так вот ну давайте я еще один уголочек начну закрывать вот две бисеринки добавляем раз два и вот здесь опять две бисеринки вот они вот ну прежде чем стянуть я сейчас поставлю сюда наш кабошончик вот так вот 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 так снова две бисеринки добавляем новых раз два и проходим две бисеринки вместе вот и вот теперь я подтягиваю так хорошенько чтобы у меня вот эти края заворачивались на кабошон раз два и сразу две бисеринки проходим вот они так это уже последний уголочек поэтому мы проходим в последнюю предыдущего ряда вот вот так и выходим сразу в первую этого ряда и у нас остался еще ряд где мы можем добавить по одной бисеринке и по две стягивать на уголочках снова одна и сразу две проходим вот так ну если за один раз не получится вот я смотрите я одну добавляю бисеринку вот и сразу выхожу в следующий то есть на следующую сторону вот опять подтянула стараюсь так чтобы загнулась у меня здесь все одна бисеринка и выхожу на следующую сторону в первую бисеринку придерживайте ручками вот это все подтягивайте хорошо немножко запутались здесь сейчас распутаем вот так все выходим в следующую сторону это последняя уже сторона и добавляем одну бисеринку закрываем последний уголочек так вот так то есть заходим в бисерину предыдущего ряда и и будем выходить в бисерину первую этого ряда вот теперь мы пройдем обыкновенной мозаикой между четырьмя вот этими бисеринами добавь по одной новой вот такая у нас получается звездочка да из четырех бисерин добавляем 4 бисеринки да но